Ключевые ошибки собственника бизнеса в сфере управления финансами. Именно об этом мы сейчас поговорим в данном видео. Меня зовут Кирилл Куницкий, я основатель компании «Бизнес-Конструктор». Так вот, в чем же заключаются ключевые ошибки собственника бизнеса в сфере управления финансами? Начну с совсем детской ошибки, которая может быть даже очевидной для большинства более системных бизнесменов, но я уверен, что нас смотрит кто-то, кто эту ошибку допускает. Итак, ошибка, которая называется смешивание личных финансов и финансов бизнеса. Это ситуация, когда владелец компании пропускает финансы бизнеса через свой карман. То есть он считает, что раз я основал этот бизнес, бизнес фактически это и есть я. Соответственно, деньги бизнеса равно мои деньги. Он пользуется этими деньгами, как своим кошельком. То есть в компании зашла какая-то предоплата, у компании впереди планируются какие-то выплаты, заработы, закупки товара, возможно выплаты за офис. И перед этим у собственника бизнеса намечается отпуск или покупка новой машины. И собственник говорит, класс, супер, деньги же лежат, они же свободны. Ну да, там будут еще какие-то расходы, но до них же еще приходит мне на счет какие-то поступления. Поэтому отлично, забираю. И он вносит вот этот вот хаос в процесс, в замкнутую систему компании под названием финансовая компания. В итоге у финансового директора или финансового управленца бизнеса просто едет крыша, потому что собственник бизнеса постоянно ломает любые финансовые планы, любые финансовые прогнозы. Если вы являетесь собственником бизнеса, пожалуйста, проведите четкую грань между личными финансами и финансами компании. Вы вложили в бизнес инвестиции. Далее. По мере того, как вот этот сформированный собственный капитал бизнеса начал приумножаться за счет чистой прибыли, которая не является вашими деньгами, это добавочный капитал, это увеличивающийся собственный капитал самой компании, которой вы владеете. Далее, через какой-то период времени, по согласованию с финансовым директором, с финансовым менеджером вашего бизнеса, вы можете вывести часть дивидендов. То есть инвестиции зашли, собственный капитал сформировался, появилась прибыль, Собственный капитал в компании вырос, вы можете достать часть собственного капитала компании, изъяв дивиденды, пропустив только это решение через прогноз денежных потоков, убедившись, что компания может себе это позволить. То есть очень четко разделите эти понятия. Конечно, если вы операционно работаете в бизнесе и вы являетесь, например, генеральным исполнительным директором своей компании, вы можете начислять себе зарплату, желательно максимально приближенную к рыночной. Ставка, некие проценты за результат, который вы генерируете, для того, чтобы эта зарплата, во-первых, обеспечивала вам ваше существование, если это главный доход вашей деятельности, и дополнительно, чтобы вы отнесли ее на расходы своей компании и вы считали чистую прибыль с учетом ваших затрат на вас, потому что вы тоже работаете в компании и привносите свой труд в компанию, если вы операционно, конечно же, в ней работаете. Вторая ошибка, которую часто допускают собственники бизнеса, это отсутствие отдельного управленческого учета. Ведем бухгалтерский учет, считаем, сводим все отчеты, которые необходимо сдавать в государственные органы, но при этом не ведем качественного системного управленческого учета. Из-за этого, опять-таки, собственника нету полноценной картинки понимания происходящего в бизнесе, потому что управленческий учет всегда будет значительно более глубоким, более детальным по сравнению с бухгалтерским учетом. И формы отчетов, структура, логика, ключевые показатели будут отличаться, потому что это немножко другие цели. Цель бухгалтерской отчетности, это отчетность перед государственными органами, для того, чтобы вас проконтролировали и вы заплатили все налоги. Цель управленческой отчетности, это управленческая деятельность, и вы выстраиваете управленческую отчетность под себя. Соответственно, управленческий учет нужно автоматизировать как можно раньше, чтобы это не были какие-то самодельные ручные таблицы, а чтобы это был максимально системный процесс, когда вносится вся первичная управленческая первичная информация, и система автоматически формирует, например, та же система 1С, либо любая другая, формирует для вас управленческие отчеты. Это вторая ошибка собственника бизнеса, отсутствие управленческого учета. Третья ошибка, это попытка изобретать велосипед, когда мы начинаем выдумывать самодельные отчеты. При том, что управление финансами, это очень уже консервативная и давно проработанная сфера управления. И весь цивилизованный мир ведет управление финансами компании по трем главным управленческим отчетам. Баланс, отчеты о прибылих и убытках и отчеты о движении денежных средств. И для того, чтобы системно управлять финансами своей компании, вам очень важно выстраивать правильную отчетность, которая будет понятна, которая позволит вам, буквально посмотрев на несколько листков бумаги, понять, что происходит в вашем бизнесе. И вот эти три формы отчетов, баланс, PNDL и кэшфло, это очень удобные, очень классные формы, которые нужно просто один раз понять, научиться читать и внедрить в свои компании. Желательно автоматизировать, как мы говорили. Я говорю об управленческом их формате. И еще одна ошибка, которую допускают собственники бизнеса. Это отсутствие финансового планирования. То есть, ладно, наладили отчетность, разделили финансы, все, ведем баланс, PNDL, кэшфло, но смотрим только на факт. Наперед не смотрим, о будущем не думаем. И это большая ошибка, потому что для вас очень важно построить процесс управления компанией при помощи финансовой модели, опираясь на финансовую модель вашего бизнеса. Это ваши маркетинговые гипотезы, бюджеты ваших постоянных затрат, простроенные наперед и трансформированные в те же ключевые отчеты, баланс, PNDL и кэшфло выстроенные наперед, для того, чтобы вы могли в каждый момент времени смотреть, какие у нас планируются поступления, выплаты, на какой финансовый результат мы вообще идем, причем в разных сценариях. И вы могли оперативно контролировать выполнение, достижение этих показателей. Это очень-очень важно. И финансовый директор, который работает в режиме, приходя к вам, дает вам просто отчеты за прошлый период и говорит, вот почитайте отчетики, примите решение, что делать дальше, это неэффективный финансовый директор. Финансовый директор должен сместить свой фокус максимально в сторону будущего. Отчеты просто как гигиена. Сделал, отдал вам, дал комментарий, но сразу же показывает финансовую модель, вот куда мы идем, вот прогноз движения денежных средств, вот где у нас планируется, есть риск кассовых разрывов, вот где наши рискованные точки, где у нас потребуются большие вложения или инвестиции. Соответственно, это все простраивается наперед, и ваш финансовый директор вместе с вами должны очень много времени уделять ключевым отчетам, построенным наперед, на будущее. Финансовое планирование – основа будущего успеха компании. Конечно, можно выделить еще целый ряд ошибок, таких как, например, отсутствие мониторинга ключевых показателей, отсутствие грамотного управления оборачиваемостью, отсутствие управления прибыльностью собственного капитала компании, отсутствие вообще в картине мира собственника такого понятия, как собственный капитал. Смешивание понятия чистая прибыль и чистый денежный поток – важнейшие два показателя, когда собственник бизнес ведет учет кассовым методам. Это все те ошибки, которые допускают многие собственники бизнеса. Мы в рамках компании «Бизнес Конструктор» на наших учебных программах, на программе «Собственник бизнеса 2.0», в которой у нас регулярно проходят сотни, уже суммарно тысячи бизнесменов, постоянно помогаем изучить эти компоненты и внедрить их в свои компании. Не только их, но и простроить маркетинг, простроить процессы, простроить систему управления персоналом, внедрить стратегическое управление бизнесом. Мы будем очень рады быть полезными вам в данном процессе, поскольку я являюсь основателем компании, со мной вместе работает большая команда, и мы каждый день трудимся для того, чтобы ваш бизнес становился эффективнее. Если вам оказался полезным данный контент, поддержите нас лайками, возможно, дизлайками, но поставьте нам оценки, покажите, насколько вам было интересно то, о чем я только что рассказывал, и напишите, пожалуйста, в комментариях, какие темы вам могли бы быть еще интересными. И обязательно подпишитесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, для того, чтобы своевременно получать уведомления о будущих видео, потому что впереди еще будет очень много контента. Мы работаем активно над тем, чтобы помогать вам развивать ваш бизнес. Будем продолжать делать это и дальше. Я буду рад быть полезным вам в будущем. С вами был Кирилл Куницкий и до встречи. Пока.